Антон Емельянов, Сергей Савинов. Мир Карика. Книга седьмая. Мир обмана. Пролог. Я стоял и смотрел настоящее посреди комнаты надгробия. Каменная, крепкая, немного даже поросшая мхом. Не новодел какой-нибудь? Серьезная конструкция. Вот только не должны такие вещи встречать хозяина, лежа на новом кресле. Да и не на кресле тоже. А еще это имя. Василий Котов. Шрифт, кстати, не выдерживается. Такое чувство, что вручную его набивали. Хотя кто будет таким заниматься в наше время? Впрочем, чего-то я отвлекся. Я ведь тоже Василий, только фамилия другая. Иванов. По крайней мере, так написано в документах с моей фотографией. А больше мне и опираться не на что, учитывая, что память я потерял. Нет, какие-то общие вещи, как ходить, дышать, как вести себя в обществе, это осталось. А вот про меня самого, как отрезало. И вот я уже пятнадцать минут брожу по квартире, роюсь в вещах и ищу хоть что-нибудь, что поможет мне во всем разобраться. Шкаф с одеждой, джинсы, футболки, какие-то стальные браслеты, стопка бумаг. У меня мелькнула надежда, что там я найду полезные документы. Но, увы, обнаружились только счета на квартиру и электричество. А что в другой комнате? «Откройте!» Это не ко мне стучат, к соседям. Просто стены тонкие. И все слышно. «Внизу! Девочка, помогите! Да, я покажу!» Я на секунду замер. По идее, помогать детям – это правильный поступок. Вот только внутри с каждым мгновением крепла уверенность, что лично я бы на такую подозрительную просьбу точно не повелся. «Ладно, это не мое дело. Продолжу поиски». Во второй комнате меня ждали две розетки, долежащие на полу матрас. И все, больше тут ничего не было. Что ж, одно я могу сказать точно. Я довольно рациональный тип. На красивое изголовье деньги выкидывать не стал. А вот на королевское ложе для максимально комфортного сна не поскупился. Хотя нет. Есть кое-что еще. Я явно был параноиком. Один из углов матраса, на который я присел, оказался неожиданно жестким. И, приподняв его, я нашел внутри коробку с пистолетом. И что бы это значило? «Откройте!» – опять голос из коридора. Ему что, до сих пор не ответили? Хотя странно. Я же вроде слышал, как кто-то соглашался. Да и по звуку. На этот раз вроде бы, как говорят с другой стороны лестничной площадки. Ах, к черту! Что на кухне? Плита, микроволновка, пустые ящики. А вот это интересно! На подоконнике лежала стопка газет. Номера за каждый день последнего месяца. Но часть листов отложена в сторону. Как будто кто-то специально для меня выбрал самое главное. Посмотрим. Новым поставщиком Министерства обороны официально назначена компания «Медея». Ее основательница Олеся Морозова дала нам эксклюзивное интервью. Молодой миллиардер из Техаса предложил за свой счет перевооружить часть армии США. Кто вы, мистер Дэвид Джонс? И где скрывались от общественности ранее? Интересно, кто эти двое, если я решил собрать о них информацию? Нас что-то связывает? Впрочем, учитывая их социальный уровень и мой, наверное, не стоит на это рассчитывать. Что тут дальше? Президент официально подтвердил информацию о монстрах, уже два дня терроризирующих нашу столицу. Репортаж с передовой. Обычные пули их почти не берут. Танки, ракеты. Вот те справляются, и то не всегда. Но главное, даже самая мелкая тварь может использовать одну из своих способностей. И мы стреляем в нее из крупнокалиберных пулеметов. Артиллерия накрывает залпами гаубиц. Она стоит на месте, как ни в чем не бывало. Даже ни на шаг не отступила. Если бы не медеевцы. Вот тут уже пошли странности. Я, конечно, ничего не помню, но готов дать зуб, что раньше никаких монстров не было. А еще упомянутые вскользь способности. Может быть, дальше будет больше информации? Ну точно. Научного объяснения данному феномену до сих пор не существует. Но все свидетели подтверждают, что каждый человек, сумевший убить хоть одного монстра, в итоге открывает у себя одну из паранормальных способностей. Впрочем, мы не рекомендуем пытаться стать супергероями самостоятельно. Напоминаем, что по статистике, лишь один из сотни умудряется пережить встречу с тварями. А уж про то, насколько велик шанс убить их, и говорить не стоит. Командующий Западным военным округом по поручению президента провел эксперимент по искусственному открытию способностей. Группа пойманных монстров была выпущена против специально подготовленного отряда. Но, увы, результатов это не дало. Более того, появившийся из портала огромный дракон, разрушивший целую воинскую часть, ставит под сомнение целесообразность продолжения подобных экспериментов. НИИ, созданный при корпорации Медея, разработал экспериментальное оружие. Мечи, металлическая и даже кожаная броня, луки. Все это выглядит не очень технологично, но главное, подобное странное оружие реально помогает в сражениях с тварями. Экипированные им отряды избранных уже полностью зачистили центр города. Значит, тут целая война прогремела, а я и не заметил. Впрочем, за окном тихо, на улице по своим делам идут самые обычные люди. Получается, как минимум, наш район зараза не затронула. Ну, или с ней уже расправились эти избранные. Все же забавно, начало двадцать первого века, а кто-то использует луки. Впрочем, у меня вон, оказывается, тоже есть украшение в стиле «Привет из прошлого». На стене, над столом, в массивной деревянной раме, прикрытой стеклом, притаилась старая, повидавшая виды боевая коса. «Откройте!» От мысли меня отвлек стук. Теперь уже в мою дверь. Решив, что ничего страшного не случится, я решил подойти к двери. И в глазок посмотреть, кто же это там такой настойчивый. Естественно, отвечать я не собирался, но стоящая на лестничной площадке женщина как будто почувствовала, что вот он я, рядом. Внизу в подвале сидит девочка, дочка Букиных со второго этажа. Они уехали, она полезла вниз играть, а дверь заклинила, и помочь некому. Может быть, посмотрите? А то я не понимаю, как там все разблокировать. И опять так и тянет помочь, но доставшиеся из забытого прошлого инстинкты бьют тревогу. — А все остальные где? Те, кого вы просили помочь? Кажется, мой ответ ввел женщину в коридоре в ступор. Неужели она не подумала, что я смогу услышать ее прошлые разговоры? Или я не учитываю что-то еще? — Помогите! На мгновение образ женщины мигнул, и вместо нее появилась маленькая девочка в грязном рваном платьице. — Помогите, я застряла! — Жутко! Аж мурашки по коже! Ведь попроси меня о помощи, такая малявка, я мог бы и не поверить инстинктам. Вот только что теперь делать, когда этот монстр-иллюзионист решил прекратить со мной играть? Изображать свое отсутствие уже поздно. Впрочем, даже не начни я говорить, похоже, меня каким-то образом могут отслеживать даже сквозь дверь. Но что тогда? Позвонить в полицию? Вернее, учитывая явно сверхъестественную природу попавшегося мне существа, тем медеевцам, о которых говорилось в газете. — Помогите! Трехпалая лапа с огромными когтями ударила прямо в стальную дверь. Похоже, мой гость решил показать свое истинное лицо. К счастью, сейфовая сталь смогла выдержать, но лишь первый удар. Тварь явно знала, что делала. Выбила кусок с замком и личиной, а потом просто распахнула дверь, почти впечатав меня в стену. Лишь то, что я держался на расстоянии, помогло выжить, и то ненадолго. Быстрый прыжок твари, и прежде чем умереть, я с высоты оторванной головы успел увидеть свое падающее на пол тело. Конец? Как же быстро закончилась моя столь короткая беспамятная жизнь. Или нет? Я неожиданно осознал, что почему-то совсем голый распластался прямо на полу под старым, стоящим на длинных деревянных ножках креслом. Тем самым креслом, на котором лежало надгробие. Но нет времени об этом думать. Не уверен, что у меня получится еще раз воскреснуть таким вот чудесным образом. А тварь близко. Я услышал, как она уже хотела уходить, но потом почувствовала меня, и сейчас неотвратимо начала двигаться в направлении комнаты. Бежать? Нет, она точно быстрее. Сражаться? Взять нож с кухни или вытащить спрятанный под матрасом пистолет? Не поможет. Я же читал газеты и помню ту часть, где довольно детально описывалась защита нападающих на людей монстров от любого современного оружия. Но у меня же есть и несовременные. Шансы, конечно, не так велики, но все же лучше, чем ничего. Семен Семенович, вызывайте полицию! Выскочив в коридор, я во весь голос заорал, стараясь отвлечь внимание твари и выиграть себе необходимые секунды, чтобы проскочить на кухню. Этот перевертыш уже не раз доказывал свое знание того, как у нас все устроено, может быть, и сейчас среагирует. Есть. У меня получилось. Тварь, похожая на карлика с огромными, непропорционально большими трехпалыми лапами, на долю секунды повернулась в сторону лестничной площадки, и я пробежал мимо. Как же хорошо, что я ничего не помню. Уверен, в любой другой ситуации мысли о монстре, тех, кого он уже убил, собственной смерти, воскрешении и возможном повторении всего этого, уже свели бы меня с ума. А так... Мне просто сложно воспринимать до конца весь ужас ситуации, мне просто не хватает для этого жизненного опыта. А вот разбить стекло, вытащить косу и направить ее в сторону зашедшего на кухню уродца, это пожалуйста. Почему-то после того, как я смог пережить оторванную голову, меня преследовало ожидание чуда. Вот и сейчас, выхватив оружие, я до последнего надеялся, что у меня найдутся какие-нибудь навыки по его использованию. Не просто тоже так, оно тут висело. Видимо, просто так. Ба... р... 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 Тут тварь издала нечленораздельный рев, попыталась до меня добраться и сама себя насадила на оказавшееся неожиданно остром лезвие. А ведь сработало. Я попытался вытащить косу, но рванувший в сторону монстр просто вырвал ее у меня из рук. а вот это уже плохо. Впрочем, она же не вываливалась, а засела в теле, тем более торчит немного в сторону. В принципе, можно попробовать это использовать. Было так странно чувствовать, что мозги с огромной скоростью перебирают десятки вариантов, останавливаясь на лучшем из них. Удар ногой и полетевший вперед стул выигрывает мне пару секунд. Теперь распахнуть окно и запрыгнуть на висящий чуть в стороне от окна вентилятор кондиционера. А теперь ждем. Монстр, рванувшись за мной, вздыбливая плитку, затормозил прямо перед оконным проемом. План один не сработал. На улицу тварь не выпала. Что ж, жду дальше. «Иди ко мне!» Это чудовище раньше разговаривало, значит, понимает нашу речь, и было бы неплохо его немного поторопить. Да, огромная лапа потянулась ко мне, и тварь даже не обратила внимания, что все еще торчащая в ней коса уперлась в стену и начала погружаться все глубже и глубже в ее тело. Но все же недостаточно, чтобы ее убить. Когти уже почти добрались до меня, и я понял, что надо действовать. Как же хочется верить, что воскрешение у надгробия не было последним, и у меня еще будет второй шанс, если я сейчас ошибусь. Поднырнув под лапу монстра, я ухватился за рукоятку косы, как раз показавшуюся по эту сторону окна, а потом всем своим весом рванул ее вниз, оставляя на теле твари огромную рваную рану. Даже больше. Моей массы оказалось достаточно, чтобы перевесить и заставить эту уродину вывалиться из окна. Правда, сам я этого уже не увидел. Я помню, как пытался ухватиться за подоконник этажом ниже, как этот тварюга на последнем издыхании дотянулась до меня и располосовала своими когтищами. «Вы погибли». «Больно». Резко дернувшись, я сначала ударился головой о нижний край кресла, а потом чуть не порезался, а все еще сжатую в руках косу. В отличие от одежды... Кстати, я же все это время, получается, бегал голым. Это не самое удобное в мире оружие, почему-то никуда не пропало. И что это за надпись? Причем не одна. «Ваш мир спит, большая часть возможностей заблокирована. Вы можете выбрать и активировать один из четырех путей. Путь обмана откроет возможность частично копировать вражеские способности. Путь Пси откроет возможность частично читать мысли людей. Путь Тени откроет возможность частично использовать силы скрытности. Путь Бога откроет возможность частично ослабить магическую и природную защиту противников». Ну, конечно, я же об этом читал. Те, кто смогут убить одного из монстров, открывают какие-то сверхъестественные способности. И вот мои, причем даже с возможностью выбора. «Василий!» Из коридора донесся встревоженный голос, и я тут же вскочил на ноги, забыв о своей ноготе. Неужели ничего не кончено? «А кто там?» И что делать? Атаковать самому или подождать? «Валентин!» Голос тем временем ответил так, как будто это имя являлось ответом на все вопросы. «Может быть, мы с этим незнакомцем на самом деле знаем друг друга?» «Ну, у тебя тут и бардак! Что случилось? Или ты забыл, что мы договаривались сегодня вместе доехать до работы?» Не удержавшись, я высунул голову в коридор и быстро осмотрел стоящего там мужика лет сорока-пятидесяти. «Тощий, взгляд цепкий, залысина на пол головы. А ведь он стоял с телефоном, явно готовясь звать на помощь, пока не увидел меня в целости и сохранности. Может быть, мы и в самом деле знакомы. Но тогда получается, что я опаздываю на работу? Интересно, а тут принято давать отгул тем, кто пережил нападение монстров». Олеся Морозова, глава корпорации Медея «Прошел всего месяц с тех пор, как я и остальные перенеслись в этот мир. Там я была богиней, а здесь всё придётся начинать заново. Но я всё равно рада. И пусть новый мир оказался спящим, а большая часть сил заблокированной. Я всё верну. Часть уже вернула. Пути стихии и способности снова со мной, пусть пока и не в полном объёме. Следующие на очереди – уровни и характеристики. Их будет открыть совсем непросто. Но я справлюсь. И скоро уже никто не сможет меня остановить». Конечно, сюда успели проскочить бог обмана, убийца и, возможно, тот человек. Но я обходила их раньше, сделаю так и на этот раз. Тем более, что старт прошёл удачно. Очень пригодились принесённые в личном божественном плане помощники. И теперь я не просто человек с улицы. У меня есть прикрытие в виде собственной компании. А новые нарождающиеся избранные сами идут мне под руку. И ведь как иронично вышло. Мир породил чудовищ, чтобы избавиться от заглянувших в него богов. Ну да никто не будет рад тем, что рано или поздно обязательно захочет его подчинить. Но при этом тут не было ни одного знающего. И теперь я и остальные новоприбывшие не отбиваемся из последних сил от объединённой армии, а наоборот, используем тех, кто должен был против нас восстать для собственной защиты. Теперь главное, чтобы никто ничего не испортил. Глава первая. Валентин. «Подожди, я оденусь!» Отслеживая перемещение своего гостя через зеркало, я подошёл к шкафу и вытащил оттуда первое, что попалось под руку. С одной стороны, очень хочется сейчас отойти от всех странностей и просто доехать до работы, чем бы она ни была. С другой, у меня сейчас нет даже двери, чтобы не дать кому попало залезть к себе в квартиру, где, между прочим, лежит уже два раза воскресившее меня надгробие. Не знаю, как оно это сделало, но рисковать подобной вещью просто недопустимо. «Можешь вызвать мастера, чтобы мне дверь починили?» Прокрутив в голове все эти мысли, я составил для себя простенький план на первое время. «Хорошо». Валентин быстренько кому-то позвонил. «Через пятнадцать минут будут на месте». И на работе предупредил, что мы задержимся на час. «На час? Ну да, сейчас же эти нападения дело частое. Дверных компаний развелось как собак, вот и стараются отработать как можно оперативнее. Слушай, Вась, а ты убил монстра, что к тебе забрался? Или он просто выпал из окна и всё?» Мой коллега всё так же стоял в дверях и, похоже, сам даже не думал входить внутрь без моего разрешения. Чёрт, как вампир какой-нибудь. А ещё вопросы про монстра. Как он догадался? Впрочем, тот же, наверное, валяется под окном, да и погром этот невооружённым взглядом виден. Так что ничего удивительного. Я? Но только ты никому не говори. Вот и устрою проверку этому человеку. Если захочет меня сдать, думаю, титул «Убийца монстра» не такая большая плата за знание о том, кому нельзя доверять. А вот если нет... Я бросил взгляд на лежащую на полу косу. После возрождения вместе со мной она снова стала девственно чистой. Так что никаких улик моего участия в победе над тварью не будет. И тогда можно обойтись без официального вступления в ряды избранных. Почётно, но не совсем то, что мне сейчас нужно. Кажется, я обычно предпочитаю действовать самостоятельно. Значит, да. Валентин тут же обрадовался, разулыбался и залетел в квартиру. Хорошо. Значит, хотя бы из подозреваемых в вампира его можно вычеркнуть. Конечно, никому не скажу. Нас же уволят тогда. Но если сумеем задурить им мозги, то сможем по вечерам заглядывать в нашу собственную нору абсолютно бесплатно. Не понимаю, о чём он. Но думаю, всё скоро встанет на свои места. А ты сам? Что я? Как монстра убил? Да я же рассказывал. Ты что, ещё не пришёл в себя? Состояние аффекта? Как я и надеялся, Валентин быстро придумал объяснение отсутствию интереса к своей истории. И тут же всё мне повторил. Ну, ты же помнишь, на прошлой неделе ко мне змеюка заползла. Так я газ врубил. Как раз свежий баллон только подвезли. Выждал десять минут, поджёг, а сам в окно. А этот мужик, оказывается, суров. Не испугался. Без всякого оружия с монстром справился. Просто подручными средствами. Правда, наверное, живёт он невысоко. А соседи? Неожиданно мне в голову пришёл ещё один вопрос. А что они? Если бы я тварь не убил, им бы всё равно конец. А так половина хоть выжить смогла. Значит, передо мной убийца. Впрочем, почему-то меня это совершенно не трогает. И я в какой-то мере даже согласен с его аргументами. В общем, когда спасатели приехали, там всё выгорело. Вот и списали на несчастный случай. Ну, а я не стал опровергать. Это было бы не совсем в моих интересах. Валентин закончил свою историю. Что ж, тогда я скажу, что мой монстр просто вывалился из окна. Судя по всему, люди обычно, наоборот, рады выставить на показ свой подвиг. Поэтому тех, кто хочет его скрыть, и не думают искать. Это хорошо. А с остальными вопросами я пока повременю. Пока мы ждали установщиков дверей, я спрятал косу обратно в рамку. Потом дал показания подъехавшей полиции, которая особо не усердствовала. И уже через полчаса, как и предсказывал мой новый знакомый, мы были свободны. Всё же так странно. Непонятная тварь в жилом доме, несколько трупов, пробитый асфальт во дворе. И всем как будто плевать. Если эти необъяснимые явления начались только месяц назад, не быстро ли люди ко всему привыкли? Впрочем, к чёрту обычных людей. Как чиновники смогли так быстро приспособиться? Десять минут и никакой бюрократии. Хоть у меня и проблемы с памятью, но почему-то кажется, что вот оно, настоящее чудо. Прокручивая в голове все последние события ещё раз, я шагал за своим крайне разговорчивым напарником и слушал его рассуждения о том, как мы в ближайшее время поднимемся. Хоть бы о деле что сказал. А то у меня до сих пор висит то странное сообщение с предложением выбрать свой путь и теперь ещё эти тайны. «Валентин!» Я попытался его остановить. «Ну ты чего?» Он поморщился. «Зови меня как раньше, Петровичем!» Хм... А это имя и вправду звучит как будто удобнее. «Так вот, Петрович, я сделал вид, что ничего не произошло. Давай не о будущем и блестящих перспективах, а сначала о том, что именно ты запланировал». К счастью, меня услышали. «Да тут всё просто!» Начал мой напарник. «Мы же с тобой кто?» Правильно, учётчики на нашей станции. На ком висит проверка правильности прохождения в нору? На нас. Так что нам мешает после крайней группы? Спуститься самим и немного подзаработать. И что? Раньше-то в одиночку я, если честно, побаивался. А вот с тобой вместе... Подожди. Я сделал вид, что отвечаю на срочное сообщение, а сам быстро забил в поиск все новые слова. Учётчики, сотрудники организации, в нашем случае это оказалась городская железнодорожная станция, на территории которой расположилось гнездо монстров, отвечают за взимание платы и порядок входа и выхода из опасной зоны. Ну вот, и всё сразу стало почти понятно. На всякий случай я проверил ещё и слово нора. Оказалось, что это сленговое название того же самого гнезда с тварями, но при этом локализованного и закрытого. На людей никто напасть не может, а вот сами они за деньги спускаются вниз и охотятся, повышая навыки и добывая ценные материалы, которые с руками готовы оторвать госзаказчики и барыги с чёрного рынка. «Всё, ответил». Я убрал телефон в сторону. «Кстати, Петрович, ты уверен, что мы справимся? И какую способность ты выбрал после своей змеюки?» Тоже интересные вопросы, особенно второй. Похоже, в изменившемся мире выбранный путь будет играть очень и очень важную роль.